Егор Летов В начале презентации, это не сама презентация, немного для разогрева, расскажу про то, что у меня есть двое детей, и вот у меня, значит, дочь любит рисовать, дочь пойдет в первый класс в этом году, через три дня, и она рисует иногда такие рисунки, мы любим с детьми, их рисунки, у нас есть такая игра, это рисунки, их прогонять через искусственный интеллект, и вот дочь нарисовала такую, значит, лисичку с японским флагом, и посмотрите, что сделал искусственный интеллект из этой картинки, это так называемый процесс image to image, посмотрите, как солнышко, вот из этой картинки, смотрите, какое красивое солнышко получилось, посмотрите, какая трава, как он понял, что трава снизу, да, как понял, что это зверушка такая, то есть это, насколько, насколько надо быть догадливым, а вот еще такой вариант, посмотрите, какие облака, облака просто шедевральные, это, представляете, если бы человек это руками рисовал, представляете, какая у детей реакция, когда они это видят, такие, о, мой рисунок такой красивый, вот как это было, да, или вот еще другой вариант, посмотрите, и солнышко понимает, или вот прям котеночек, если хотите, может и так сделать, или вот такой вот персонаж, посмотрите, какие облака, облака просто божественные, Смотрите, солнышко подумало, что это цветочек. Или вот сын нарисовал, да, такой достаточно патриотический рисуночек. И вот что получилось. Нейронной сети было тяжело додумать, да, что это значит, что за шар с непонятными глазами. Но он понял, что это какая-то абстрактная фигура. То есть тут надо понимать, что нейронная сеть понимает абстракцию очень хорошо в данном случае. Или вот дочь нарисовала дракончика, дракончик едет в машинке по лесу. И вот смотрите, дракончик, матерь Божья, смотрите. То есть нейронная сеть настолько хорошо это воспринимает, настолько красиво это дорабатывает, что просто страшно становится. Или вот эта кошка моя, это настоящая фотография. И можно делать тот же самый процесс, пропускать через настоящую фотографию. И вот пример, смотрите, как получилось. Да, это то же самое. Что я дал нейронной сети? Нейронной сети дал ей фотографию и дополнительный промпт, описание. Промпт был Мейн Кун Кэт. Наверное, все. Грей Мейн Кун Кэт был промпт. То есть я немножко подсказал нейронной сети, что там будет нарисовано. Или вот такая вот кошечка получилась. Смотрите, как красиво. Рот почему-то открыла. И смотрите, как красиво подушка меняется. Вот на подушку надо обратить внимание. Вы правильно смеялись? Иногда бывают такие варианты. Но даже в таком варианте с галлюцинациями, посмотрите, как галлюцинация, это называется галлюцинация. Это как красиво вот эти моменты проработаны. Как будто бы это так и должно быть. Нет разрыва. И опять-таки подушечка какая-то красивая. Или вот такой вот кот у нас может быть. Давайте перейдем к презентации. Немного вас заинтересовало, о чем мы будем сегодня рассказывать. Это небольшой разогрев. Презентация моя называется «Мера иллюстрации» или «Генерация эффективных иллюстраций фотографий без таланта и опыта». Талант художника – это не технический навык, как водить кистью. Талант художника заключается в умении абстрактно мыслить и умении видеть творчество. И на самом деле, немного в историю современного искусства углублюсь. Когда появилась фотография, помните, это очень сильно изменила живопись. Потому что раньше живопись, помните, как вычислялся талант художника. Как можно более точно передать реальность. Как сделать мазки такие, чтобы прям выглядело как фотография. Когда появилась фотография, этот навык стал ненужным, потому что фотография всегда лучше, чем твое рисование. И начало зарождаться современное искусство, концептуальное искусство. И «Черный квадрат Малевича», в чем его суть, в чем суть этого произведения? В том, что это концентрированное искусство. Художники уходили, художники поняли в том, что умение передавать реальность – это не есть творчество. И они начали искать творчество в цветных квадратах и все остальное. Художники пытались, творческие люди пытались отторгнуть из себя ремесло. И «Черный квадрат Малевича» – это как бы финальная точка. Но на самом деле творчество – это не копирование реальности. Творчество – это мысли художника. И мысли художника в том, что все. Извините, я ушел в сторону. Я буду чуть быстрее, чем Юля, не переживайте. Да, да. О себе. Меня зовут Михаил Дунаев. Я с 6 лет живу в Таллине. Переехал из Москвы. Работал в Рамблере, Паксвуле, Ленто.ру, в Эволюшине. Сейчас я закрываю свой стартап. Профекта ЕЕ. Мы делали блокчейн на TypeScript. И ищу работу. Если там кому-то вам что-то интересного. Вот мой LinkedIn и QR-код. Четвертый раз выступаю на Довклабе. Итак, давайте вернемся к нейросетям. Немного историй. Первые шаги, с чего все началось. Все началось в 43-м году, когда математики, Первон и Уэрон, двое математиков создали первую математическую модель, не компьютерную, математическую модель нейрона головного мозга. То есть люди, когда начали понимать о том, что как устроен головной мозг, как работают нейроны простейших организмов, подумали, что можно эту создать математическую модель. И так был разработан перцептрон в 57-м году. Фрэнк Ронзенблант, очень известный тип. Предложил математическую модель перцептрона. И это было, знаете, это было такое время, когда казалось, что вот-вот-вот, я очень много интересуюсь историей компьютеров и историей нейронных сетей. Тогда было такое время, казалось, что вот-вот искусственный интеллект появится. Было время такое же, как сейчас. Но в 96-м году вышла известная книга «Перцептронс». Двое известных тоже математика раскритиковали идею нейронных сетей, объяснили, что это нифига не будет работать, что это достаточно медленно. И случилась зимняя спячка. Все про нейронные сети забыли. В 80-е годы началось возрождение. Нейронные сети начали разрабатываться такие алгоритмы, как обратное состояние ошибки, коннекционизм. Коннекционизм – это история про то, что можно просто сделать математическую модель мозга, и она будет функционировать так же, как настоящая. И в 80-е главное, что началось промышленное применение нейронных сетей. И сегодня уже все понимаете, что без нейронных сетей никуда, все везде нейронные сети. Это картинка, сгенерированная мной сегодня, по запросу Neural Network. Иногда генерация глючит, и создаются такие красивые галлюцинации. Но я специально оставил эту картинку, потому что мне она показалась невероятно красивой, хоть и не имеет никакого отношения к докладу. История вам тоже, наверное, не очень интересна, поэтому я быстренько про... Разум из коробка. Самая сложная часть этого доклада. 20 лет назад в игромании, журнал такой был в России, была описана история, как простое описание того, как работает нейронная сеть для обычных людей. Как объяснить. Я попробую с помощью простого эксперимента объяснить вам, как работает нейронная сеть на пальцах. Давайте представим, что мы пытаемся создать нейронную сеть из спичных коробков и научить эту нейронную сеть играть в крестики-нолики. Для этого нам понадобится около 300 спичных коробков. На каждом из спичных коробков должен быть нарисован... Вот черным, видите, черным нарисовано это текущее состояние игры. Всего крестики-нолики имеют 300 состояний игры. Ну, вы понимаете, да? Первый ход, второй ход, всевозможные комбинации. Всего в крестик-ноликах 300 всевозможных комбинаций. И что мы делаем? Мы на коробке рисуем текущее состояние игры, 300 коробков на каждом и разное состояние. И цветными ноликами обозначаем следующий ход. И в зависимости от того, какие у нас следующие ходы возможны, 4, мы кладем туда 4 цветных шарика. Сложно. Представьте систему, в коробочках, в которых лежат цветные шарики, на каждой из коробочек нарисована возможно текущая ситуация. И давайте представим следующее. Когда вы делаете их, когда вы начинаете играть в крестики-нолики, допустим, ставите первый крестик, вы берете шарик, ой, вы берете коробку, на которой нарисована эта ситуация, наугад оттуда достаете шарик и смотрите, какого он цвета. Какого цвета этот шарик, вы делаете такой ход, да? То есть, допустим, если красный, то вы рисуете нолик на месте, где красный шарик. И если наша нейронная сеть выиграла, то есть, если мы в конце мы проиграли, а вот этот вот случайный алгоритм выиграл, то все коробочки, которые были задействованы в этой игре, в каждую из коробочек мы добавляем по новой бусине того цвета, который была задействована. Сложно, но представьте, здесь у нас 300 коробочек, и в каждой сколько-то бусин. И в следующий раз, когда мы играем в эту же игру, бусин, допустим, правильных, бусин с правильными ходами, потому что сеть выиграла, и все ходы были правильные, бусин с правильными ходами больше, поэтому шансов достать правильную бусину больше, чем шансов достать неправильную. И таким образом успешные ходы становятся более вероятными в будущем. Нейронная сеть — это гораздо более сложная штука, но это примерно наша игра. То есть 300 шариков, ой, 300 спичных коробочек через несколько сотен итераций начнут нормально более-менее играть в крестики-нолики. Я когда учился программировать, 20 лет назад, эта штука была моя первая задача, которую я поставил сам себе, программировать на джава-скрипте, такой механизм, и действительно работает, но очень плохо. Искусственный нейрон. Нейронная сеть — это набор вот таких вот коробочек, соответственно, без бусин, но примерно это просто большая сеть из таких коробочек. Нейрон — это сама функция, которая принимает на вход какие-то параметры. Каждый параметр имеет какой-то вес, то есть число, на которое перемножается. И когда общая сумма этих параметров превышает какое-либо значение пороговое, этот нейрон срабатывает и передает сигнал следующему. Ничего не поняли и не надо. Но правда, это невозможно рассказать в двух словах. При эксперименте с коробочками можно рассказать в двух словах, потом возьмете презентацию, пересчитайте еще раз, или поищите разум из коробка в гугле, напишите, вам дойдется полностью статья. Очень полезно. Типы моделей. Модели нейронной сети, модели нейронных сетей различаются по типам. Сегодня мы будем... Это маленькая часть моей большой презентации про нейронные сети, поэтому тут немного в перемешку. Мы сегодня рассмотрим, какие бывают вообще типы нейронных сетей, и рассмотрим типы нейронных сетей по функциональности, не по их строению, не по... ничего почему-то, по их функциональности. Какие бывают типы моделей? Бывают мультимодальные, это мультимодальные нейронные сети, это которые сети совмещают в себе функциональность каких... Допустим, это сеть, которая может делать и имидж, и текст. Она и понимает, что на картинке происходит, и она может с текстом работать. Компьютер-вижн. Компьютер-вижн – это то, что было в последнее время суперпопулярно. Это различные виды классификации изображений, обработка языков, LLN, обработка аудио, обработка табличных данных и обучение с подкреплением. Библиотеки. Всего существует множество библиотек для работы с нейронными сетями. Две самые популярные – это TensorFlow. TensorFlow – это библиотека для Python. И более молодая… А, вот. Пример вызова кодов TensorFlow достаточно простая, достаточно понятная, что создаются какие-то данные, создается модель, модель компилируется, модель обучается, и выдаются какое-то предсказание. PyTorch. PyTorch – это более молодая библиотека и сейчас более популярная. Если вы начнете изучать именно программирование нейронных сетей, вообще нечеткую логику, советую начать с PyTorch. PyTorch-код, он более питонно… Как называется? Более… Да, более нативный для питона. И вообще выглядит красивее. Хотя по TensorFlow больше… По TensorFlow больше документации, но PyTorch как-то помоложе. Оу. UI. Но на самом деле я знаю, что не все из вас хотят работать с нейронными сетями через код, не все хотят писать Python-код, поэтому существует множество видов пользовательских интерфейсов для того, чтобы работать с нейронными сетями. Для текст-то-текст нейронных сетей существует Text Generation Web UI. Это оба да бога. Это такой сервис, который предоставляет доступ к текстам нейронных сетям. И у них есть… Можете с GitHub скачать Web UI, запустить ее локально, подключить туда какую-то модельку, ей пользоваться. Нам более интересно UI для генерации изображений. Вот это главная картинка. Приложение называется Automatic 1-1-1. Stable Diffusion – это веб-морда для Stable Diffusion. Что такое Stable Diffusion? Stable Diffusion – это самая популярная библиотека для работы с… Самая популярная open-source библиотека для работы с изображениями. Это интерфейс того, как выглядит Automatic 1-1-1. Что там следующее? А, чтобы его установить, это все достаточно просто. Git-clone, клонируйте этот репозиторий, заходите в него, запускайте Web UI-SH. Чуть-чуть придется с терминалом поработать, но буквально там две команды. И у вас все работает. А сама модель она… Вот я, да, я как раз не договорил. И в следующем, тут единственное, что у вас запустится Web UI, но у вас не будет модели. Вам надо будет модельку скачать, зайти вот в эту папочку, и там папка «Модель», туда ее положить. Чуть-чуть попозже я расскажу, где брать модель. А, смотрите, прямо сейчас я расскажу. Моделей огромное количество для генерации изображений, но вся суть в том, что вы можете создавать свои собственные модели, доучивая уже существующие. Самые популярные существующие модели – это SD1.5, Stable Diffusion 1.5, и Stable Diffusion SDXL. Вот это новая модель, которая лучше, ну не лучше, но как Миджорни, зато бесплатная, очень красивая. И вы можете взять уже готовую, хорошую модель и натренить на ваших данных каких-то. У вас есть какая-то коллекция аниме-картинок, вы можете сделать из нее, ну дотренить ее до аниме какого-то, да, видите? Вы можете посмотреть, я дальше ссылку дам, где это все брать. Промпты. Интерфейс, кстати, вот здесь не рассмотрели, да? Что интерфейс из чего состоит? Что здесь надо, пишешь промпт позитивный, промпт негативный, настраиваешь какие-то параметры, нажимаешь generate, да, и картинка у вас появляется. Давайте посмотрим, какие промпты есть. Промпты бывают двух типов. Промпты бывают позитивные и негативные. Каждый раз вы пишете позитивный и негативный промпт. Это то, что картинка выдала, это то, какой был промпт, да, то есть здесь… А две запятых вот там, а там не играют в какую-то роль? Не, не, никаких, никакой этого, роли не играют и… Это просто опечатка, да? Да, 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 да. Но есть возможность, есть сервисы, которые позволяют шарить ваши картинки, и там промпт, он в метаданные в картинку вложен, и сервис оттуда прям из метаданных достает, и легко смотреть. И есть, обратите внимание, есть негативный промпт, да, то, что не надо, чтобы было на этой картинке. Посмотрим следующий. Вот такое вот. Здесь нам что интересно? Здесь нам интересно, что часть промпта взяла в скобочки. Когда вы берете часть промпта в скобочки и потом ставите вот так вот, две точки, один точка шесть, вы увеличиваете вес этого промпта, этой части промпта, да? То есть здесь как бы говорят, обратите внимание на начало, а все остальное по мере использования. Или же вот, смотрите, это все абсолютно с нуля сгенерированные, да, модельки. Или вот здесь, тут очень популярный негативный промпт. Worst quality, low quality, 1.4. Это то, что вам не надо. То есть можно нейронной сети сказать… А там генерированная там подпись автора, а это ничего? Я думаю, что это он где-то потом в фотошопике сверху сделал, потому что навряд ли это можно делать. Или вот такой. Здесь тоже, смотрите, много скобочков. Здесь либо просто вы можете взять в скобки, и это значит, что это 1.2. То есть усилить значимость промпта. Смотрите, какая красота. Генерилось это минут полторы. Или вот. Это не мои промпта, да? Это не мои картинки, это я брал чужие картинки, смотрел, какие промпты, и показывал вам, какой может быть результат. Или вот. Надо понимать, что Stable Diffusion – это open-source решение, это бесплатное решение, которое вы можете совершенно бесплатно скачать себе на компьютер, установить на свой сервер и пользоваться этим. Сколько? Соответственно, они никакой ответственности не несут, если сеть выяснил, что тут что-то, на чем она обучилась, и придет автор. Да, да, да. Ну, автор не придет, потому что она никогда нейронная сеть не сделает картинку такой же, как картинка автора. И тут, если она может быть похожа, но это не значит, что она такая же. С другой стороны, вспомни, недавно был скандал с Масяни, когда там пришел автор, не, не помню. Ну, там с фотографией срисовали. А, ну, может быть. Ну, это еще легальное поле нам еще предстоит пройти, потому что много вопросов, да, как, что это делать. А если она, допустим, детское порно начнет генерировать, кто за это в ответе? Люди, которые… А она может? Я вам расскажу. Или вот такое. Вернемся к Пикачу лучше. Смотрите, какой красивый Пикачу получается. Просто простые промпты, да? Кроме промпта вам надо еще указывать… Вам надо еще указывать… Неудобно сделано. Дополнительные параметры. Основной параметр здесь – это sampling steps. Это количество раз, сколько раз эта картинка будет обработана нейронной сетью, сколько шагов она пройдет. То есть изначально картинка, любая картинка, которая генерится, представляет собой просто шум, через который постепенно, слой за слоем, шаг за шагом начинает прорастать готовая картинка. И этот параметр для детей я называю фантазией. То есть чем больше вы его докручиваете, тем больше фантазии принимает искусственный интеллект для вашей картинки. И вот посмотрим пример. Вот здесь по оси X – это sampling steps, и по оси X – это количество шагов, по оси Y – это сид, просто разные виды картинок. И видно, как картинка с количеством шагов, она становится все лучше и лучше, проявляются детали какие-то, но может в какой-то момент даже испортиться. Или, допустим, кардинально измениться. Или перестать меняться, что тоже достаточно часто происходит. Но это не значит, что с увеличением количества шагов у вас улучшается картинка. В какой-то момент после 35 шагов обычно картинка остается примерно такой же. Но она начинает плавать, но время на генерацию увеличивается существенно. Или вот такой вид. Все, что мы рассматривали, было text-to-image вида трансформации. То есть мы пишем промпт какой-то, и нам выдается картинка. Существует также image-to-image трансформация, которую мы в самом начале смотрели. Это тоже вот у меня дочь нарисовала. А эта нейронная сеть чуть-чуть улучшила. То есть мы там добавили… То есть те картинки, которые ты вначале показывал, они были обработаны вот этим решением. Да, да, image-to-image. Ну, image-to-image – это тоже stable diffusion. Это переключалка вот там. Ну, то есть там уже надо загрузить картинку и написать промпт. Но когда вы работаете image-to-image, вы все равно пишете промпт, вы даете картинку и описываете, что на картинке. И, ну, помогаете нейронной сети, потому что так она не очень хорошо догадывается. Но когда вы еще текстом пишете что-то, типа forest, blurry, там, туда-сюда. Вот. Проблемы нейронных сетей, которые, если сейчас вы сегодня домой придете и захотите что-то попробовать делать, у вас, конечно же, что-то получится, но вы столкнетесь с главной проблемой – это видеокарта. Видеокарта должна быть очень сильная, у вас должно быть более 16 гигабайт минимум, 16 гигабайт видеопамяти. И эти макбуки M1 чуть-чуть помогают тем, что там есть нейронный модуль, который почти не работает, это очень медленно генерится. Но у меня где-то на картинку 512 на 512 пикселей уходит где-то 2 минуты на генерацию. Когда вы работаете с Stable Diffusion, у вас всегда вы генерите маленькую картинку, потому что ее быстро генерить, и потом через Stable Diffusion вы увеличиваете ее до нужного вам разрешения. То есть вы не генерите никогда полностью большую картинку. Да, 512 на 512 достаточно, чтобы увидеть детали, достаточно, чтобы понять, что это хорошая картинка. И потом ее также имидж, то имидж скармливаешь, там есть ресайсы, делаешь ее просто. Видеокарта не работает на процессе просто, да? Она работает, но это будет адски медленно. И если у вас нет варианта купить видеокарту, много у кого нет такого варианта, у меня, например, тогда отличная штука – это Google Collab. Google Collab позволяет такой сервис от Google, который позволяет Jupyter ноутбуки запускать у себя, у них на хостинге и использовать их GPU. Грубо говоря, это такой, типа, приватный сервер, где ты можешь уже готовый ноутбук взять. Я не могу сейчас объяснить, что такое ноутбуки. Но, грубо говоря, ты можешь взять, вы можете пройти по этой ссылке, нажать там «Окей», и у вас откроется Google Collab с уже запущенным ноутбуком, и там это все будет работать гораздо быстрее. Прайс там вроде бы 15 евро в месяц какой-то за хорошее GPU. И это прям, это хорошее решение для человека, у которого, допустим, iPad, у которого, ну, который ноутбук, и всячески советую попробовать. Тем более, если вы напишете «Stable Diffusion» и «Google Collab» в Гугле, вы найдете тысячу, ну, не тысячу, ну, там, десятки решений того, как это правильно запустить. Это, ну, немногим сложнее, чем запустить это локально. После Google Collab нам надо знать «Huging Face». «Huging Face» — это это все, все в нейронных сетях. «Huging Face» — это гитхаб для, типа гитхаба для разработчика нейронных сетей. Это такая база, это такой, типа гит-репозиторий, где хранятся модели, датасеты, небольшие приложения, документация. То есть сюда выкладываются все модели. Facebook хранит свои модели, все здесь. Здесь вы можете запускать какие-то модели, поиграться на их серверах. Вы можете посмотреть. Здесь очень много документации по нейронным сетям. Это такой, типа, храм нейронных сетей. Вот так это выглядит. Здесь вы выбираете, какой тип модели вам нужен. Здесь показывается рейтинг всех моделей. Можно посмотреть, какая на данный момент популярная. Новые модели выходят каждый день. Facebook, Google и OpenAI, они прям горло грызут друг к другу. Каждую неделю происходит какой-то рывок. Прям очень интересно заходить и смотреть, как они все лучше и лучше становятся, быстрее и быстрее. Но Hugeng Face – это не только сайт. Hugeng Face – это, может быть, даже в первую очередь, это библиотека трансформеров для Пайтона. Что она делает? Это такой небольшой кусочек, можете посмотреть. Она позволяет вам в Пайтоне запускать почти любую модель с Hugeng Face в вашем собственном проекте через достаточно простой интерфейс. То есть GitHub.com.hugeng Face Transformers. Почитайте это супер. Если вы хотите поиграться дома через Пайтон или сделать какой-то сервер, который будет генерить картинки или текст, вам сюда. Окей, где брать модельки? Civit.ai. Civit.ai – это сайт для художников. Если вы художник, или вам интересны промпты, или вы хотите посмотреть промпты других людей, работы других людей, какие существуют модельки, вы заходите сюда. Это такой девиант арт, если вы помните. Или оно… Место номер один для нейрохудожника. Вот так выглядит интерфейс. То есть вы заходите, видите картинку, нажимаете на нее, и видите промпт положительный, негативный, модельку, сид. То есть вы можете это все скопировать к себе в свой автоматик 1-1-1 и запустить локально и посмотреть, результат будет такой же. Закрытые модели. Это все мы раз говорили про открытые модели. Stable Diffusion, его открытые модели SD-1.5 и SD-XL. Но существуют также закрытые модели. Mid-Journey. Что такое закрытые модели? Вы не можете закрытую модель скачать себе локально и установить себе на компьютер. Вам надо только через боты в Дискорде как-то с ними работать. Либо же чат GPT. Вы не можете чат GPT поставить себе локально. Чат GPT, вы не знаете, что там внутри. И сейчас происходит прям такая большая война трений между open-source и закрытыми моделями. Но пока что закрытые модели, можно посмотреть, она делает, конечно, ну, я считаю, что красивее. Mid-Journey делает красивее результат, чем Stable Diffusion. Но Stable Diffusion зато он более гибкие настраивания. В Stable Diffusion вы можете настроить все, что хотите. Любой параметр, фантазию, т.д. и т.п. Mid-Journey предлагает достаточно… Да. А на чем зарабатывают бесплатные версии? Как они существуют и для чего? Ну, они за счет инвестиций, за счет инвесторов. Они там будут какой-то делать потом платный сервис, не знаю. Но сейчас они просто все в разработке, все им хотят все свои деньги отдать. У них пока что с финансированием им не надо думать. Stability I – это те ребята, кто делает Stable Diffusion, они еще две недели назад выпустили Stability Code. Это текстовая нейронка, которая позволяет дописывать код на питоне лучше, чем GPT-3.5. Бесплатные. NSFV – это зачем вы сюда пришли? Нейронки, которые генерируют картинки, все зацензорированы. То есть вы, когда попробуете написать там, допустим, Tits, ничего у вас не получится. Все остальное тоже можете не писать, потому что, понятно, датасет, на которых учили, картинки, он весь жутко цензурирован. Но так как в open-source нейронке вы можете доучивать самостоятельно, и много людей, которые это делают самостоятельно, вы можете взять, допустим, любой сайт, выкачать оттуда все картинки и доучить. И существует очень много моделек, которые нельзя показывать. на метапах. Но это так и выглядит сайт Civit.ai, если вы в нем зарегистрируетесь и выключите показывать все, но блюрить NSFV, not safe for work изображение. То есть на самом деле, помните, когда я вам показывал Civit.ai, что он такой, там много картинок. Это все неправда. Когда вы заходите туда, регистрируетесь, отключаете фильтр, вот вы видите, для чего люди используют нервные сети. Если вам хочется более глубоко углубиться в эту тему, есть такая тема, называется Unstable Diffusion. Unstable Diffusion – это ребята, которые тренируют Stable Diffusion на порно. У них есть достаточно прикольный комьюнити в Reddit. Обязательно найдите, где люди выкладывают свои работы. Очень интересно. И Unstable Diffusion есть Discord. Тоже найдите Discord Unstable Diffusion. Там еще хуже. Ну, туда без модерации, там много чего выходит. Не всем советую заходить. Ну вот все самое интересное, зачем вы пришли, я вам рассказал. Перед тем, как вы пойдете домой воплощать все ваши фантазии, хотел бы еще раз рассказать, что я ищу работу. Я умею управлять людьми и писать код на TypeScript и всякие штуки, блокчейн, искусственный интеллект. Вопросы? Да. Авторские права, если кто узнает, в книжке там какая-то большая ясность. Авторские права? Но никогда нейронная сеть не выдаст ни одну картинку из той, на которой она была научена. 100% совпадения никогда не пойдет, поэтому можно как бы не беспокоиться. Читать лицензионные соглашения? А, Stable Diffusion, конечно, читать лицензионные соглашения. Но оно позволяет использовать его в коммерческих целях. Это я посмотрел, ну типа с этим все нормально, но лицензионные соглашения всегда лучше считать. Вопрос в том, что как платить роялити людям, на чьих работах была была обучена нейронная сеть, и надо ли платить им роялити, да? И, ну, я считаю, что нет, потому что, ну, когда вы рисуете картину какую-то, вы не платите людям, чьи картины вы видели до этого, хотя они оказали на вас какое-то влияние, безусловно. Вот, такие дела пока с лицензиями. Спасибо. Да. Вопрос. Вот вы показывали промты, и промты, они описаны естественным языком, они скорее синтаксически напоминают скорее облака тегов. Иногда некоторые термины довольно специфичные. Вот вопрос, исходя из этого. В из-за страны с обычным облаком тегов можно ли где-то видеть весь раскрытый список? То есть, что в принципе есть вот в этом словаре, который можно использовать для составления промты? А, нет, словарь-то весь английский язык. Это словарь английского языка, конечно же. А, есть ли какие-то термины, которые более специфичны для этой модели? Да, да, да. Лучше понимается этой моделью, которая, не знаю, более конкретная, более ясная? Отличный вопрос. На самом деле, существуют стили, которые вы можете скачать и подключить к stable diffusion, к web UI, которые уже предустановлены слова в промте. То есть, вы можете написать там, допустим, там, redhead girl, да? Redhead woman, нельзя girl писать. И можете добавить туда, допустим, sharp photo, дополнительный стиль, который туда напихает еще, ну, внутри дополнительных промтов. Либо вы можете еще, важно, если кто-то будет этим символизмом заниматься, есть список промтов по художникам, потому что вы туда в тег можете написать «Сальвадор Дали», ну, две точки, один точка пять, и у вас картина будет в точности, как «Сальвадор Дали» ее нарисовал, ну, как будто бы. И есть список художников известных, которые очень хорошо дают свое влияние на вашу работу, и вы можете прямо в интернете найти название художника, какие работы stable diffusion дает. Этот, как художники в stable diffusion, используется как фильтры, допустим, как добавить фильтр там, как кто там это чужого нарисовал, гигер, вот, да, его там, допустим, очень красиво получается все это. Вот. Все? Да. А для бизнес-цели нарисуют ли инфографику? Инфографику не они нарисуют. Да, это сложно, сложно от него добиться чего-то конкретного. И вот здесь можете увидеть мой фейл. Секунду, где же это, ёпарасута. Вот это я нарисовал сам в фотошопе сегодня. Я не смог это сделать. Да, я не смог это сделать с помощью нейронной сети, чтобы она нарисовала мне множество коробочек с нарисованными крестиками, ноликами. И это слишком сложный промпт. Если вы походите по цвета яй, вы вообще увидите неприятную картину, что большая часть промптов всех, большая часть всех картинок это персонаж, смотришь в камеру. Какой бы то ни был персонаж. Если вам надо сделать, чтобы два персонажа сражались на мечах, и это проблема, потому что это... Если вам надо, чтобы это был не персонаж, а там лего, допустим, разбросанные детали, это почти невозможно. А почему? Потому что... Та история с руками, да, видите? Потому что на картинку тратится, грубо говоря, определенный объем фантазии, который есть у нейронной сети, да? И она эту фантазию размазывает по картинке. Ее не хватает фантазии на руки, там, или еще на что-то. Ну, в этом проблема... Проблема в том, что не хватает еще тех фотографий, которые... Скорбные фотографии. Да, да, да. Не хватает опыта, и не хватает, скорее, даже сам подход нейронной сети, ну, не идеально. То есть, если взять этот же сет фотографий, может быть, на более качественные нейронные сети, которые будут в будущем, тогда будет, конечно, гораздо лучше. Так, еще? То есть, условно, здесь очень много тейтингов было, и Марио было с формами на ему, поэтому он смог их соединить. А с руками и с лего разбросанными, у него фотографий мало, то поэтому он не может делать фотографии с лего. Ну, да, да, у лего много маленьких деталей, и там надо много фантазии. Здесь он раскидал вот на татуировку, на лицо, туда-сюда, но вот здесь у него уже, да, видно, что у него кончались, ну, грубо говоря, токены, да. Еще? Да? Я думаю, давайте я про программистов отвечу, потому что я программист. Заменит ли искусственный интеллект программистов? Я думаю, что искусственный интеллект не заменит программистов, но программистов заменят программистов с искусственным интеллектом. Поэтому всем рекомендую сейчас учить искусственный интеллект. Как его зовут-то? Ёперес, как каждый день. Капилот. Капилот. Кто программист пишет на JavaScript, я не установился. Копилот установите прямо сегодня вечером. Это главный совет, который мы услышали в этом месяце. А если я пользуюсь, допустим, если использую GPT для работы? Да. Это то же самое, в принципе. Да, Копилот – это чат GPT для кодинга. Нет, в том плане, что если использую GPT, то Копилот лучше или хуже? Копилот – это GPT есть. А, окей. Есть еще пол-пайлот прям в рейдер-прикоды. Ну, как плагин, да, весь код, устанавливаешь, тебе надо за него заплатить, и он туда будет. И про художника хотел сказать, что художник – это не человек. Вот это надо понять, что главный навык художника – это не его способность в иллюстраторе что-то выводить. Это не его умение, вот это, как это, техническое умение. Навык иллюстратора – это его фантазия. И здесь фантазия как раз открывается. Потому что человек с плохой фантазией, он нормальный промп не напишет. А нормальный промп написать – это вам кажется, что это фигня. Придите домой, и вот до такой картинки у вас уйдет, ну, я не знаю, полгода каждый день тренировки, чтобы такое делать. Это кажется, что промп простой. Но здесь очень много работы, много плагинов подключено и много всего остального. Я думаю, что наоборот, работа иллюстратора, художника, она наоборот концентрируется, и она сделает художника настоящим человеком, ну, креатором, да? Как Вавилен Татарский говорил, они… Так, еще вопрос? Нет? Да. Как эти модели принимают английский язык? И нельзя им написать по-русски? Не, нельзя написать на русский, потому что эти модельки, грубо говоря, где была какая-то база данных изображений, они, конечно, не говорят, откуда они взяли. Я думаю, что они Девиантарт распартили. Они брали картинку, и как учатся нейронные сети? Даешь картинку, и текст пишешь, что на картинке изображено. Они брали картинку, к ней подключали теги, теги у каждого, художник выкладывает теги. И плюс, я думаю, что комментарии, ну, текст из комментариев брали и тоже туда подрубали, чтобы видеть, как это работает. То есть где-то они распартили много интернета и нашли, собрали базу данных, картинка, текст большую. И это сейчас главное золото вообще в интернете, что Twitter запрещает себя парсить и все остальные, потому что сейчас все побежали всю парсить, потому что это, ну, действительно, люди поняли, зачем эти данные нужны. Так, давайте последний вопрос, и мы пойдем. Давайте, последний. Сколько вместо своей цели используют минимальное количество параметров в промпте, в достижении цели? Не, надо использовать… Вы можете такого чувака нарисовать, и какое минимальное количество параметров вам нужно дать? Это, скорее всего, зависит от плагинов. Допустим, есть плагин Detailer, который добавляет детали, там, прорисовывает и туда, и все остальное. Но практика показывает, я это вижу, что чем больше ты написал в промпт, ну, есть ограничения, не помню, сколько знаков. Чем больше написано в промпт, тем лучше результат картинки. Это про Stable Diffusion говорю. А вот, допустим, если взять Dali, это от OpenAI. Dali, наоборот, чем больше промпт, тем хуже картинка, потому что он не может вычленить. Но здесь надо научиться со Stable Diffusion, надо научиться эти теги писать. Надо посмотреть, прям по CIVI-AI ходишь, смотришь картинки, смотришь, кто какие теги использует, и это очень быстро этому учишься. Ладно, спасибо, что пришли. Презентация для нас будет. Спасибо, у меня коллекция. В общем, большое спасибо всем, что пришли. Субтитры создавал DimaTorzok